Рассматриваем с учениками воду из-под крана под микроскопом. И дети, они любят на самом деле руками поработать. И вот, ставим три капли, ух, пипетка грязная, конечно, у ребят попалась. Капля из-под крана, капля прудовой воды, которая стояла три недели в баночке в классе, и капля слюны. С микроскопом главное понять, как препараты делать и настраивать резкость, а дальше дети сами видят кучу всего. Итак, первая капля, вода из-под крана, видно, что в нее попала пыль, но движения особого нет. А в соседней капле прудовой воды постоянное движение. Видите, здесь и инфузории разнообразных форм, и даже попалась крупная бактерия. Вот эта тонкая нить, вращающаяся, это она. Разница с водой из-под крана очевидна, и последняя капля слюна. Видны обломки клеток и пузырьки воздуха. Подписывайтесь на мой канал. А если хотите про микромир что-нибудь побольше узнать, обратите внимание на закрепленный комментарий.